Теперь, собственно, осталось ответить на вопрос, что происходит с барионами. Как получается, что барионное число при движении из вакуума в вакуум меняется? Откуда берутся барионы? Откуда берутся кварки, лептоны? Давайте ответим на этот вопрос, используя явный и очень простой пример, а именно, 1 плюс 1, в двумерии живем, 1 плюс 1, мерная Абелева модель Хиггса. Что в ней есть? В ней есть векторное поле Амел, в ней есть скалярное поле Фи, Хиггс Фи Фази. Хотя мне само поле Фи абсолютно не нужно будет, но давать для порядка, чтобы была аналогия со стандартной моделью, напишем его. Значит, в этой модели какие есть вакуумы? Опять берем калибровку А0, равную нулю, значит, Аи-то, и у нас только одно значение прибегает единичка, это и есть Д и Альфа. Константру связи я забрал ВА, чтобы она не болталась нигде, поэтому калибровка функция вот так выглядит, чистая калибровка, вакуум чистая калибровка, а Фи, соответственно, Е и Альфа от Х1 умножить на вакуумное средство. Так. Значит, и мы хотим, чтобы поле А на бесконечности было равно нулю, и хотим изучать переходы, при которых поле Фи на бесконечности тоже не меняется. Раскалибровка А0 равно нулю, Д и Альфи, это и есть Д и Альфи. Если мы хотим, чтобы на бесконечности энергия равнялась бы нулю все время, значит, не надо, чтобы производная Альфи на бесконечности была равна нулю. Это так, если на бесконечности все время Альфа равна... Альфи равно В на бесконечности. Значит, Фи стремится к В при Х1 стремяешься к плюс-минус бесконечности. И на плюс бесконечности, и на минус бесконечности. И хочу, чтобы было равно В. Что это значит? Значит, что Альфа... Ну, от бесконечности формально... Давайте от бесконечности. Давайте посадим систему в ящик. И это будет означать, что Альфа от R равно Альфа от нуля, значит, ящик от нуля до L. И Альфа от L равно Альфа от нуля с точностью до 2П, плюс 2ПН. Окей? Тогда калибровочная функция Е в степени и Альфа от Х, она и выступает в качестве калибровочной функции, она равна единице на плюс-минус бесконечности. Ровно такая же ситуация, как в яблевых теориях. Что-то N, это и есть опологическое число вокруг. Опять оно целое. И смысл его в том, что я вот это мое пространство воспринимаю как окружность, отождествляю точки 0 и L. И требую, чтобы мои поля были на этой окружности однозначны. И тогда вот эта вот Е в степени и Альфа калибровочной функции от Х1, Омега от Х1, задает отображение С1, одномерной окружности пространственной В1, которая тоже представляет из себя окружность. То есть это N, число намоток окружности на окружность, опологическое число вакуума. Значит, давайте посмотрим, что будет происходить, когда я иду из одного вакуума в другой. Давайте введем сюда фермионы. И в двумерии гамма-матрицы вообще, давайте будем считать их безмассовыми, хотя это не очень существенно. Давайте будем считать их безмассовыми. Гамма-матрицы двумерии, N равно 0,1. Минимальная размерность гамма-матриц двойка, в отличие от четырехмерного пространства времени. И гамма-матрицы такие, можно выбрать. Аналог керойного представления гамма-матрицы. Гамма-0 это есть 0,1,1,0. А гамма-1 это 0,1,1,0. Еще это есть ТАУ-1, а это есть ИТАУ-2. Ну легко убедиться, что действительно антикоммутаторы этих матриц равны метрике Минковского в одномерии. Так что это прямая аналогия гамма-матрицы. Уравнение Дерако. Давайте я введу Пси равное Пси L, Пси R, в соответствии с тем, что у меня есть гамма-матрица двумерная, Фермион и Дерако тоже двумерная. И уравнение Дерако выглядит так, значит, И гамма-мю Дмю Пси. Это и есть, пока свободно уравнение Дерако. Ну и давайте напишем Дмю к вариантам производства. Это и есть что такое? Это и есть И ноль Д ноль плюс Д один, Д ноль минус Д один, ноль Пси. Я считаю, что у Пси есть завет единицы, такой же, как у поля Фи, поэтому Д ноль Пси, Д мю Пси. Это и есть Д мю минус и А мю Пси. Тут я мимо единичку не забираю в определениях поля А, держу его вещественным. Значит, видно, что у меня это уравнение расщепляется на уравнение для левых и правых Фермионов. Пси правая Д ноль минус Д один Пси левая равно нулю. Я могу независимо рассматривать правые и левые Фермионы. Вот давайте рассмотрим левые Фермионы. В калибровке оно равно нулю. Значит, в уравнении Дерака выглядит так. Ну, единичку я забыл здесь. В калибровке оно равно нулю. Уравнение для левых Фермионов такое. ИД ноль минус ИД один минус ИА один Пси равняется на дам. Пси левая равняется на дам. Окей? Вот теперь давайте представим себе, что А1, оставаясь в калибровке А0 равно нулю. Представим себе, что А1 непрерывным образом меняется от нулевого значения до нетривиально чистой калибровки. Значит, это один Альфа. И посмотрим затем, как устроены фермионные уровни в каждый данный момент условно-времени. Значит, я рассматриваю как некоторую интерполирующую функцию А1, которая идет из нуля в чистую калибровку. И каждый момент времени условно или при каждом значении параметра Тау, сейчас смотрю, А1 от Х1 и Тау, такое, что при Тау равном, ну, например, нулю, это есть ноль, а при Тау равном единице, скажем, это есть Д1 Альфа. Причем Альфа удовлетворяет соотношение, что А1 от L минус А1 от нуля равно плюс 2. А1 от L равняется А1 от нуля плюс 2. Ну, могу и одно ставить. Значит, я хожу между соседними и вакуумами. Давайте посмотрим, как устроены уровни энергии для фермиона Пси-Эль при таком изменении полей, как они зависят от Тау. Значит, уровни энергии, что это такое? Значит, я должен написать, что Пси-Эль, это и есть Е в степени минус И Омега Тау, Т, да, Омега зависит сама от Тау. Значит, уровни энергии я двигаюсь адиопатически-медленно, можно так сильно мыслить, адиопатически-медленно двигаюсь вдоль вот этого контура. Фермион у меня оценивает. Минус И Омега Т, Пси Омега от Х, ну и Тау, и Омега самозависит от Тау. Так, значит, уровнение выглядит очень просто, а именно ИД1 минус ИА1 Пси Омега для данного Тау, равняется Омега на Пси Омега. Это уравнение. Ну, так как я написал, это есть уравнение на собственные значения. Причем я считаю, что мое пространство представляет из себя окружность длины L. Значит, решение. Решение мгновенно пишу. Раз я живу на окружности, значит, у меня есть дискретный набор уровней, нумеруемых числом К в целом, значит, удовлетворяющим вот этому уравнению. Какое это решение? Значит, Пси Ката, Пси Омега – это то же самое, что Пси Ката, Ката – К номер уровня, и Омега зависит от К. Пси Ката равняется, ну, как вот это уравнение решить? Понятно как. Так, Е в степени минус И Омега Ката – Х1. Так, это тогда у меня будет первый слогаемый, значит, совпадает с тем, что написано справа. Я еще должен быть второй слогаемый, поэтому я сюда еще добавлю. Плюс И, интеграл от 0 до Х1, А1 до Х1. Значит, ну, легко проверить, что если я подставлю это хозяйство сюда, то производная, ударившая вот по этому И А1, убьет меня минус И А1, который здесь стоит. Такое решение. Пси Ката – Х1. И Омега Ката – это та самая частота, которая здесь стоит, уровень энергии. Теперь я должен потребовать периодичности на окружности, поэтому я должен написать, что минус И Омега Ката – Л, значит, плюс И, интеграл от 0 до Л, А1 до Х1 – это значение функции, показателя экспонента в точке Л, в нуле это 0, в точке Л должно быть, раз периодичность, значит, должна быть равна 2 Пи К. К – это номер уровня. И отсюда я получаю, что Омега Ката – 2 Пи К на И. Омега Ката, дайте минус просто, да? Все равно, положительно, отрицательно. Омега Ката равняется 2 Пи на Л, К – это Ницца на 2 Пи, интеграл от 0 до Л, А1 до Х1. К – целое число, которое не меняется, характеризует уровень, а частота меняется, зависит от Тау, потому что А1 зависит от Тау. Ну и как же эти уровни себя ведут? Давайте посмотрим. Значит, вот у меня, я сюда рисую Тау, а сюда рисую в уровне энергии. Так, причем, у меня уровень 2 как положительный, так и отрицательный. Значит, в начале у меня есть вот такой рисклядный спектр. Кридистантный, когда 1 равно 0, просто 2 Пи К на Л. И какая целое число. Это целое число может быть как положительным, так и отрицательным. Вот у меня система выводит такая, включая 0. Что дальше происходит? Затем у меня частота меняется. И в тот момент, когда А1 становится чистой калибровкой, вот этот интеграл равен в точности 1. Потому что этот интеграл, это есть не что иное, как для интеграла D1α. А D1α у меня от L равен значению в нуле, плюс 2 Пи. 2 Пи сокращается, отрицательное равен 1. Значит, в конце я при Тау равен 1. У меня точно такой же набор уровней. только К надо заменить на К плюс 1. Окей? Но! Я вижу, что у меня уровень номер 0 перебрался на первое место. У меня уровень вот этот самый. вот так вот раз, и оказался тут. И так далее. Гуровень номер 1 оказался на втором месте, и так далее. Вот они все вот так вот приподнялись. Гуровень номер минус 1, К равно минус единичка, превратился в ноль. Все вот эти уровни вот так вот поползли. Окей? И так далее. И что же я вижу? Я вижу чудесное явление. Давайте я скажу, что у меня изначально был вакуум. Вакуум это все заполнены на отрицательном уровне. Давайте мы нулево отнесем тоже туда же вакуум, хотя тут есть произвол. Ну и допустим, у меня был там еще лишний фермион. Ноль, и был лишний фермион. Значит, здесь фермион один есть на положительном уровне, а все остальные на отрицательных уровнях. Напоминаю, что товарищ Диракмачё рассказал, что вакуум фермионный это состояние, в котором все отрицательные уровни заполнены, а все положительные уровни пустые. Если я заполнил еще и положительный уровень, то это означает, что у меня есть лишний фермион, реальный фермион, живущий. Так? Электроны. А чем я кончу? Значит, эти электроны будут тут сидеть. Куда они у меня переползут? Они у меня переползут вот так вот. У меня по-прежнему останется заполнен весь Дираковский подвал, все Дираковское море. А на положительных уровнях будет сидеть на один фермион больше. Значит, у меня при таком процессе из Дираковского вакуума, из Дираковского моря вынырнул реальный фермион и стал жить своей жизнью. Вот вам дельта НЛ равно единице. Ну, а если я то же самое сделаю для перехода между вакуумом номер 0 и номер какой-нибудь Н, то дельта НЛ будет равно Н. Дельта НЛ равняется НФ минус НЕ. То, что доктор прописал, потому что в этой двумерной теории у левых фермионов, у левого фермионного тока есть аномалия. И эта аномалия, аналог треугольной аномалии, она уже не треугольная, а, значит, с одним хвостом, эта диаграмма вот такая. Здесь вот А, а это вот ток, Ж, Л, Мю. Значит, Дмю, Ж, Л, Мю равняется днице на 4П, Э, Меню, на Э, Меню. История точно такая же, как аномалии в четырехмерном пространстве, потому что этот Ж, Л, Мю, это ток, который считают левые фермионы. Пси левая с чертой гаммунами Пси левая. И, соответственно, интеграл его нулевой компонент, число левых фермионов. Значит, НЛ конечное минус НЛ начальное число фермионов в конце левых и начальных. Есть интеграл по двумерному пространству теперь, Д2Х единицы на 4П, Э, Меню, на Эх, Меню. Ну, это снова есть полная дивергенция. Так, ну, мы знаем, что это такое. Это же есть потоп магнитного поля, правда? Через двумерную поверхность. Так что это есть полная дивергенция, и этот интеграл он равен как раз единице на 2П, интеграл по ТФ минус интеграл по ТИ от А1 до Х1. История повторяется. То есть этот интеграл он как раз равен разности технологических чисел вакуума в начале и конце процесса. Что мы и получили. Только здесь надо было не Н маленькое написать, а Н большое. Число левых фермионов. Вот так нарушается фермионное число. В данном случае число левых фермионов. Если у меня есть еще правое, то для правых знак противоположный в аномалии. ДНЮ, ЖНЮ, Р, равно минус единицы на 4П, эпсилон меню на Ф меню. Изменение правого числа противоположное. Дельта Н, Р, равно минус НФ, минус НИ, разности технологических числа вакуума. Значит, задача показать, что движение уровней правых фермионов, заряженных, с таким же зарядом единица, соответствует вот этому аномальному соотношению. То есть уровни, наоборот, ныряют в диракский вакуум. Они движутся в противоположном направлении. Не вверх, а все движутся вниз. Значит, ну и вот, если у меня есть электродинамика, ну или скалярная электродинамика с хексом, это не важно, то сумма левого и правого сохраняется. А это есть ЖМЮ, ЖМЮ левое и ЖМЮ правое. Это есть электромагнитный ток, и он сохраняется, как и должно быть. ЖМЮ, ЖМЮ равно нулю. Заряд сохраняется, стало быть. И хорошо, так и должно быть. А вот хиральность ЖМЮ-5, которая отличается тем, что я разносно пишу. Для нее уже имеется аномалия, и, значит, Q5, который есть NL-NR, не сохраняется. И при вот таком переходе меняется на тройку. Значит, ну, в КХД, в квантовой хромодинамике, ситуация ровно такая же. Это мы обсуждали, когда обсуждали аксион. Там тоже, значит, барионное число сохраняется, а хиральность нет. Там U1 симметрия нарушена, а барионное число сохраняется. Это связано с тем, что квантовой хромодинамик – это векторная теория. Теория, в которой левые и правые имеют одинаковые свойства фермионы. Они оба, и левые и правые, они триплеты по отношению к цветной группе. А вот стандартная модель в СУ2 секторе, это не так. С векторами-бозонами взаимодействуют только левые фермионы. И поэтому нарушается число левых фермионов. А правые фермионы не взаимодействуют, поэтому их числа вообще не меняются. При процессах переходов из таких топологических переходов. Число правых фермионов меняется, число левых фермионов меняется, а значит и барионное число меняется. И физика ровно такая же. Только в стандартной модели это увидеть посложнее. Там все-таки не такая простая выкладка. Не так просто найти все вот эти вот решения. Ну и все, и это буквально соответствует нашим с вами правилам отбора. Потому что откуда берутся все эти тройки для барионного числа? Каждый дублет стандартной модели, дельта N, скажем, какого-то из левых кварков, он равен Q. Где Q это наша знаменитая интеграла F, наверное, дуальная. И каждый дублет Q, скажем, N. Лептонов N, тоже их число меняется на Q. Ну и поэтому барионное число меняется на, значит, число типов кварков, а их 3 по цвету на 3 по ароматам, число дублетов 3 по поколениям. И одна треть из-за того, что партнер несет барионное число одна треть. Ну и дельта N, соответственно, тоже есть просто Q. Вот наши с вами правила отбора, о которых мы уже говорили. И связаны они просто тем, сколько есть дублетов, несущих барионное число, сколько есть дублетов, несущих данный тип лептонового числа. Такая вот физика стоит за нарушением барионного числа в электрославной теории. И вот.